Автомобильные журналисты ведут репортаж из Женевы. Что это? Зачем оно? Слушай, а смотри, ему значок жлобский Майборг поставили. А ты как он на первого? Ваши впечатления? Кто нюхал кокс? Я нюхал кокс? Не. Весь мир. Это анонс нашего тест-драйва новой Короллы. Она скоро будет что почем и в тесте, да? Всем привет! Так, мы наконец-то в Женеве. Приехали снимать женевский автофон. Но поскольку этот видос вы смотрите на канале Backstage, значит, сегодня вы видите мало тачек, перекошенную по горизонту камеру. Вот так вот, отлично. Потому что Серега уже ввалил два пива в самолете. И много всяких приколов. Пока что весь список мы не будем оглашать, потому что мало ли что-то будет. Но приколы наши начали с того, что мы взяли тачку. Так, давайте сразу расскажем. Мы находимся сейчас в паркинге возле выставочного центра ПАЛЭкспорт. Там, где как раз проходит женевский автосалон. Прилетели мы в Женеву самолетом МАУ с Киева прямым рейсом. Здесь берем тачку. А тачка нам нужна зачем? Несмотря на то, что салон, сам автосалон, автошоу находится в жилье в аэропорту. И можно было пройти пару минут пешком. Мы берем тачку, потому что живем мы в Анси. Это Франция. Отсюда километров сколько? 50. 50 километров. Потому что цена в Женеве раз в 20. Ну, в 10. В 10 где-то выше за жилье в Женеве сейчас, когда здесь автосалон, чем в Анси. Тем более, Анси очень прикольный город. Там у нас будет отель для инвалидов. Мы вам все покажем и расскажем. Чего у нас начались приколы? Это наш тусанчик. Мы уже второй раз воспользовались услугами компании Европкар. Нам ее советовали в фейсбуке. Хотя многие вообще не советовали, отговаривали. Но в прошлый раз мы заплатили за гольф. А получили Тигуан. Нулячий. Да. И мы решили, зашибись, делаем так еще раз. В этот раз мы опять заплатили за гольф. А нам хотели впарить Peugeot 2008. Но, внимание. Альфа Ромелла, стильвис. Девушки, нормальный гольф. Нормальный гольф. Ваши жладицы, взять стильвис. Два пива несчастные, господи. В Швейцарии 60 евро это вообще ничего. А расход? Как это вообще? 18, 20? Чувак, я специально брал машину, не маленькую. Специально доплачивал, чтобы не брать маленькую. Бросил больше, чтобы не брать. Понимаешь? А он нам парит эту маленькую машину. Мы в прошлый раз, смотрите, если вы прилетаете в Женеву, вы можете выйти направо и налево, грубо говоря, во Францию и в Швейцарию. Есть два офиса Европка. Мы в прошлый раз были в Швейцарском, было все вообще чики-пики. Нам дали тогда этот Тигуан. А сейчас мы вышли во французский. Одни арабы работают. Даже хуже. Да, и даже хуже. В общем, пытались нам впарить Пежо 2008, в который мы принципиально не влазим. Считаем, что это Б-класс. И утверждали, что мы заплатили за Цепь, поэтому нам должны предоставить Цепь. Но чувак не промах. Сразу же подошел и так шепотом. Он говорит, чуваки, есть машина. В общем, немножечко 60 евро. Нальчиком лично мне и Alfa Romeo Stelvio. Мы сначала обрадовались, потом поняли, нам-то по сути съездить на ночь. Плюс 60 евро. Плюс, вы же помните, сколько он жрет. Плюс, вы же помните, что он не едет, заявленный разгон до сотни. Это унизительно ездить. Унизительно в таких тачках ездить, да? Ну, короче. Мы отказались и доплатили еще 40 евро за Тусан. Тусан у нас дизельный, черный, пацанский. На механизмах. На французских номерах. Да. Нос, навигация, совсем фаршен. Ну, который же может быть в Тусане. Вы заметите, как все здесь нервничают и не могут нас объехать? Да вообще, ну. Мы просто стали на месте. А что там написано? Там знак, что нельзя стоять. И страшно объезжать. Все сказали? Да? Поехали. Давайте в серединку. Меня видно. Так вот. Сегодня 4 число. Официально автосалон еще не начался. Для всех он откроет двери 7 числа. Это официальное открытие. То есть за деньги вы можете поехать, купить билеты, зайти. Пресс-дни 5-6. Когда только пресса и там какие-то избранные. Но сегодня 4-го он тоже открыт. Мы сейчас туда попытаемся попасть. Не, мы туда точно попадем. И скорее всего, что-нибудь там снимем. По крайней мере, у нас есть надежда. Потому что если мы успеем, нам будет проще завтра. Паркуется, блин, на 2 места. Посмотри на Майбахе на своем. А номера какие? Смотри, мы значок жлобски Майбах поставили. А ты как-то на Пирогах? На Пирогахе. Это не нравится. Это кто-то с нашей. Ну, конечно. Мигранты. Мигранты. Смотри, место вроде есть. Чего не так? О, паркуемся сюда. Ну вот уже один дебил припарковался. А это они оставили, чтобы им бросили куда-то. Выключи камеру. Итак, ребята из России, если вы смотрите, это были мы. Пусть останется для вас сюрпризом. То, что там есть теперь у вас. Везет не всегда. Мы рассчитывали здесь что-то поснимать, но, похоже, сегодня одни приготовления. Ну, конечно, вот таких машинок масса, но интересны ли они все? А так вот почти все накрыто. Смотри, 911, видишь, что он красит? Ага. Это и все тоже. А вообще сегодня Серегин дебют на автошоу мировом. Да. Сергей, ваши впечатления? Ваши впечатления? Впечатления пока не понятно. Смотри, она едет, она едет. О, диски красивые. Да. Пойдем еще пройдемся. Ярик, давай Серега будет срывать по одному покрывалу, а мы будем срывать. И уникать, знаешь, типа смехом. А мы пока будем за ним гнаться, мы будем снимать машину. Ух ты, смотри. Слушай, а ты видел, там какой-то, был целый павильон, это Абрус. Абрус. Агрус. Агрус. Аугрус. Ауруг. Там бомбочки, да? Что же, давай концепты снимем. Что это? Мы вообще не это. GFG style. Какие-то сумасшедшие концепты. Зачем они? Слышите, да? Автомобильные журналисты ведут репортаж из Женева. Шо это? Зачем оно? Так, продолжим наш репортаж с других стендов. А вон наш Джимни. Ребята, что вы думаете, если мы себе купим Джимни вообще? Ездить на нем будем по стране, на оффрооде, вытаскивать машины, которые там зарываем. Затюним его, турбину в движок поставим, в конце концов. Напишите в комментариях, пожалуйста. А лебедку поставим? Лебедку тут же. А блокировку? И блокировку тут же, если она бывает. А слушай, а есть она там или нет? Или точно нет. Потому что там люди сверху лазят, где тебя весь подвезли. Ой. Ничего так высота. Что-что? Круглый мотоциклальный двигатель. Не понял. Круглый двигатель вообще полностью. Он на мотоцикл. Мотоцикл? Это мопед. И что ты скажешь по этому поводу? Пока ничего. Мы пока не готовы. Сегодня экспертная функция отключена. Мы ходим. Мы просто походим, просто посмотрим. Да, завтра этого не будет. Завтра тут будет толпа китайцев с линейками, которые будут все мерить, фоткать. Это автомойка локальная, женевская. И погнали. Начался процесс монтажа прямо здесь, вот на стенде Peugeot. Сейчас мы все сбросим на компьютер. И Серега забросит видосы в уже подготовленный шаблон. Надеюсь, что удастся прямо сейчас смонтировать, выложить. И скоро вы это увидите. Ярик спит. Паша, как всегда, смотрит видосы. Ну и когда спать поедем? Отель дорогой, Серега. Извини, пожалуйста. В этот раз без отель. Я с Яриком на одном столе спать не буду. Берись и бедровый. А столы длинные как раз под Яриком. Ты рассказал, что это пресс-центр. Кто работает ночью в пресс-центре в Женеве, тот инфокар. Но мы же хотим первыми для вас все повыкладывать. В общем, здесь идет монтаж. Смотрите, днем здесь куча журналистов. Прям все занято. Но есть быстрый интернет. И есть конченые розетки какого-то странного швейцарского образца. И что интересно, они продают за деньги переходники. Если вам вдруг это не подходит. Вот мы купили. Ярик, ты на карточках спишь? Принцесса на горошине. Сколько там гигабайт? Запомните. Итак, мы пытались взять на слабой ребят из Китая. Но похоже они оказались круче нас. И мы не выдержали. Уходим из пресс-центра. Они остаются монтировать. Слушай, у них разница во времени там большая, да? Да нет, просто завтра у них новая модель уже выходит. А, в смысле? Они уже все замерили. В том числе, это был китайский клоун. Пежо 208. Все, значит мы едем в Анси. До Анси было 37 километров с платными дорогами. И 46-45 уже с бесплатными. Мы выбрали второй вариант. Потому что в среднем раньше у нас дорога обходила где-то 7-8 евро. А разница в пробеге вообще небольшая. Да, если нету пробок. Но утром на салон мы обычно ездим все-таки поплатно. Да, но опять же, если вы смотрите этот видос, то скорее всего вы уже видели выходы нашей с жене. Мы видели, что в первый день, то есть сегодня мы выпустили два сюжета. Вот. И завтра нам еще с десяток надо сделать обязательно. Сегодня была, так сказать, репетиция, тренировка. Мы выяснили, что Osmo глючное говно очередной раз. Ну, в общем-то, мы каждый год, два раза в год это выясняем. Потом опять ее берем. Причем в аренду. Ну, почему мы ее не покупаем? Потому что это говно. Правильно? Но почему мы каждый раз ее берем на салон, никто не знает. Хорошо, что у нас резервная Sony была. Серега сегодня раздуплился монтировать онлайн из Европы в Украину. Это совершенно другой опыт. Монтируешь совершенно по-другому. В другой обстановке, в другом месте. Ну, ребята, попробуйте выйти из зоны комфорта и помонтировать где-нибудь вот в подвале. Хочется очередной раз сказать спасибо компании Hyundai за эту замечательную сиренево-синюю подсветку. Она просто не дает нам расслабиться в дороге, не дает заснуть, можно сказать. Ярик даже, когда пытается закрыть глаза, он видит синее сияние через веки. И он не засыпает. Сейчас главная задача найти жрачку. Это просто, ну, must have, потому что... Ну, в смысле, потому что по-другому не будет, но где ее найти, пока не ясно. Они же все вырубаются вечером. Сейчас тут по-местному без 29, да? Да. Но пока мы дойдем, будет без 20.10, в лучшем случае. И, кстати, тема, когда в арендованных тачках есть CarPlay. Вот. И когда есть все-таки пакеты по нормальной цене роумингового интернета, которые нас спасают уже не первый раз. Ой, что сказать. Завтра продолжим. Ну, впереди еще гостиница. Кстати, что интересно, нас, наверное, вспомнили, потому что год назад мы бронировали тот же отель. И мы обещали приехать рано часов до 6. Ехали к 11.00, нам звонили просто каждые полчаса, спрашивали, когда вы будете, ждали. Потом в конце психанули и сказали, что заходите в отель, там никого нету, ключи там под ковриком где-то. А в этот раз нам никто даже не звонил, а вечером пришла смс-ка в стиле приходите, ключи под ковриком. Как всегда. Кот от дверей вот, паркуйтесь там, да, в общем-то. Я не понимаю, зачем вы все бронировались через Букинг. Я бы хотел сказать, увидимся, ребята, но я же знаю, что мы не увидимся. Как-то так, сейчас посмотрим. Я хотел сказать, что Ярика ребенку уже три месяца. Если он хочет его увидеть, да, пусть подождет хотя бы до 9 утра. Поэтому мы так поздно вбейли. Это второму, это второму, да? Мы там живем только первым, вторым. В общем, да, сейчас еще увидим, мы туда прорвемся или нет. Но сначала мы поедем в НСИ пожрать. В прошлый раз было очень душевно, мы ели стейки с картошкой фри. Или стейки были охуенные, или мы были голодные такие, не знаю. Но пиво зайдет точно. Выезжали из Швейцарии. Только выехали, вот Франция, и мы уже решили на дешевую хапку повестись. Это есть подозрение, что прямо на границе со Швейцарией она что-то не будет дешевой. Паш, не говори дешевая. 8,50 евро это не дешевая. Ну конечно, блин, сейчас нас захамят в комментариях. Мажоры. А вот в чем секрет, здесь нет ручки. Мы не можем зайти. Ну знаешь, с другой стороны. Но 8,50 евро менюшечка. Да ну ладно, блин, я думаю, что это неправда. А мне кажется, с собой. Ну напоминает, немножечко есть давное ощущение барадзе катада рассвета. О, смотри, менюшечка. О, это ж так классно. Посмотри, какая вот эта классная штука. Да, салат за 15 евро продав. 13,95 евро. Там справа вот эта вот здесь, смотри. Вот этот холдап. Это холдап, наверное, на вынос. Меню Эльдорадо. Меню. Так, я даже не знаю. Ну вот смотри, вот это неплохо выглядит. Стейк, Марин. Вот это тоже выглядит неплохо. О, 15, а это вообще 9,95 евро. Да нормально идем. Пошли. Слушай, а можешь ты зарывал потом? Ну, чувак, во первых мы во Франции. Поэтому мы можем что? Позволить себе выпить пиво. Зарывал, ну ты, смотри. А сколько здесь? А, потому что... Сколько здесь? 0,3 выпьешь. Сколько здесь? А, потому что... А, потому что... Чуваки, напишите в комментариях, что это может означать. Нам привезли пиво, принесли. Вот нам с Серегой нормальные бокалы, а Ярик вот какой-то странной формы. Вот смотрите, он реально хуже, тоньше. Может это намек? Вот да, да. Я думаю, что это какой-то французский намек. Официантка мужик был, да? Баба. Баба. Так. Ну, вообще была такая от него. Пишите в комментариях, что об этом могло значить. Сессия футблогинга. Итак, жачка за 10-95 евро. 180 грамм мяса, как мясо? Нормально? Хорошо. Чуть-чуть картошки, чуть-чуть соуса барбекю. Ну, наверное, неплохо. Да. Для Франции. Она нормальная. Да. Осторожно. Ну, для Забожилы и Украины, конечно. Там другие цены. Ярик уже представил по комментариям, да? Да. Мне уже не идет даже. Блин. Тоже пришлось стоять в очередь. Для тех, кто не в курсе, я у себя в фейсбуке недавно повесил пост. Здесь фоткал очередь в Киеве, на Черниговской, в проспекте. Или Малина ресторан, только очередь. Мы с женой стояли минут 40, ждали, что просто, чтобы сесть в ресторане. И я намекнул на то, что страна Забожила, такая, что ваши очереди стоят. Конечно, отгребал я жестко в комментариях, там свидетели Забожильня есть. Но каких-то аргументов я так и не слышал. То есть, в основном, те, кто сидят в фейсбуке, они слышали про Забожильня. Да, но потом куча людей написала, что в разных регионах, даже в каких-то там районных центрах и мелких городах, то же самое. Ладно, давай Забожильня. Слушайте, ну нам повезло, мы нашли свой отель и код, который нам прислали в смс, потому что уже 11 вечера, работают они до 7, подошел. И вот есть Палево, Ярик там уже внутри, но как-то так. А еще здесь есть автомат с жрачкой, значит, мы спасены. И написано, что наши ключи будут на наших кроватях. Кому интересно, на букинге наш номер, отель называется «Центр Джин 23», а номер стоит, сейчас покажу, сколько, не, назад, пронирование, НС, посмотреть подтверждение его, 6800 гривен за две ночи, за два номера. Только вопрос, есть там завтрак, Елена? Будет тебе завтрак? А вставать завтра рано. Поставанствуй. Ну что, заколы. Это там, мы, наверное, уже завтрак не спрятали, а там в 3-4-7. Серега, как это перевести? Ну, он все равно с субботы по воскресенью. Нет, по воскресенью с 8 до 11 тысяч, то же самое. А, это «Рецепшн Дэс Коупен Тайм». Все понятно, для 7 работает рецепт. А зачем ты взял на французском себе? А что это? Не знаю, но на французском. Возьми. Так, «Брекфаст Ауэр» с 7 до 9 тысяч. Слушай, давай пожрем все. Ну, а что мы еще съедим, если мы встанем в 7? Ну, посмотри на это тоже. Это рода салатом. Там салат, вон. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Мы должны были уже быть на салоне. По Киеву 10 часов. Здесь разгар пробок. Мы решили даже, наверное, переждать. В пробке мы выяснили, что в основном по причине тупости здесь организовывается. Ну, скажи. Ну, представьте, две полосы идет, заходят в туннель. Перед туннелем знак сужения в одну полосу. Все сужаются. Сужаются, ну, в смысле, с пробкой в результате. А сужаться смысла нет. Ничего впереди нет. Но все сужаются. Потом и буквально через 10 метров опять разъезжаются в две полосы. Как-то так. В общем, по 10 евро у нас ушло на бутерброды. Ну, это с обедом. Да, еще один остался. На обед. Тусанчик сколько выдает? Расходов. Семь. Учера 6,5 надо ехать. Идай. Я хочу еще раз сказать о том, что пользуйтесь бесплатными дорогами в Европе. Здесь нету пробок. Если захочется сходить в туалет, можно остановиться и сходить. Если захочется пожрать, можно остановиться и пожрать. Так и ездят с ночью, где я живу. Тот момент, когда на автосалоне не осталось почти никого. Слушайте, ну целый кусок происходящего выпал. Серега опять горизонт завалил. Нормально. Выпал, потому что мы целый день сегодня снимали. Жопу мыли, как обычно. Серега вообще забудет снимать. Уже вечер. Дороги говорят, уже вечер. И мы обратно кулим себе в бансин. Завтра еще хотим успеть доснять несколько машин. Видели мы сегодня этот Aorus. Пытались найти в нем что-то, какую-то частичку русского мира. Но очень с трудом. Очень с трудом. Мы что-то там русское нашли. В основном все немецкое. Немножечко шведского внутри. И совсем мало японского. Но меньше всего все-таки, простите, скреп. Скреп. Ну, скреп. Скрепок не нашли. Не было. Но это комплимент. То есть все-таки скрепки спрятаны под обшивкой. Ну, вот он, кстати, да. Но на самом деле это уже плагиат. Потому что Рауль уже засветил этот Aorus. Да. Но если вы вдруг не смотрите две лошадиные силы. Вдруг. Да, что удивительно. Вот. Мы можем позволить себе показаться слегка оригинальными. А вот и Aorus. Короче, контор по тюнингу в Женеве уже чуть ли не больше, чем стендов производителей. И, видимо, тенденция такая, что скоро производителей здесь будет все меньше и меньше. Уже на прошлой Женеве я говорил, что все меняется. Актуальность падает. Вот. И, наверное, еще максимум два года мы будем посещать эти шоу. А потом смысла в этом особо не будет. Потому что все светят свои новинки. Уже заранее. Вот, кстати, Lamborghini. То время, когда Lamborghini не ломалась. Как-то так. Возле мусорных баков. Очень символично, я считаю. А давай пройдем через Хонду. Ярик утверждает, что японцы скоро весь мир. Потому что они только прикидываются сейчас тупыми. Они и так весь мир. Ну, давно. Но он говорит, что они потом опять, а сейчас просто прикидываются. И вот сейчас мы посмотрим, что я реки мне уведу. Тайперчик. Вот стоит. Посмотри на это. Ну, это шедевр, который особо не показывает финансовых результатов никаких. Видишь, 15 место на парковке. Или что это? Или номер телефона. Что это такое вообще? Если мешает, наберите 15. Да. Вообще, кстати, я хочу сказать, что в этот раз в Женеве меня больше всего расстроили японцы. Первая. Mazda CX-30, в которой не горит ни один экран. В машине, представленной на стенде одной. Впервые представленной в Женеве не горит ни один экран. Ну, то есть они просто не удосужились там ключ где-то спрятать или активировать. Mitsubishi L200. Mitsubishi L200, который просто стоит на стенде с закрытой. Даже не открыли его. Да. Новая, типа абсолютно новая Corolla в кузове Cross, то есть с пластиковыми арками. Трэн. Где она? Где она вообще? Можем прошел, не знаю. Там было, да. Да. Которая представлена в цвете кузова, который сливается с этими пластмассовыми арками. Ну, я не знаю. Вот это, Ярик, твои технологичные японцы, которые весь мир. Ярик. Вот когда надо было ее снимать. Вот когда нам никто бы не мешал. Не, ничего не горит. Зачем? Ну, ладно. Это Альпина с ней такое сделала? Да, либо МВ сами. Какой МВ сами. Слушай, ну это... Слушай, знаешь, у меня, короче, есть мысль одна насчет вот этих ноздрей. Они вот на этих концепт-карах и новых моделях делают их еще больше. Потом смотришь на X5, ты такой, ну фу, хоть не такие большие ноздри, да? Это как-то тебя попускает. Все нормально. Ну, узенькие, узенькие носят. А я на кого и больше? Не нанюханые еще. А то, ну, блин, по дорожке пришла. Кто нюхал кокс? Я нюхал кокс? Нет. Смотрите, Ярик попал на автошелок. Это бывает редко. В этом году как бы тот случай. Слушай, ну вот этот тоже рукавом сопли вытирал. Который весь был тканью затянут. Да. И вот это, да, как складочки на ткани, да? Да. Но зато мы видим, что там два отдельных кресла и два экрана. Полисейд, да? Ну да, ну так это же полисейд для немецкого рынка, нет? Слушай, а смотри, а сзади полноценные суды? Ну, я думаю, что в ГОЭС тут... И место нормально. Да. Ну вот и все. Что делать, если у вас в колесе торчит саморез? Ищем отвертку, загручиваем поглубже и едем дальше. Давай послушаем. Да не шипит, что-то я же уже загручиваю. Кто послушает? Посвети. А где он? Тебе показать саморез? Да, не поверят. После Тигуана. Из меня сейчас такос выпадет, по-моему, если я еще раз присяд. Что, починили? Серега, у нас есть 50, 50, 70? По 10. По 10? Надо минимум 50 дать. Ну, дай, пожалуйста. А есть ли у них экспериментный тестовый режим попробовать, а потом платить? Слушай, а может из них, может, за кучало тоже, как типа не пачало? А потом платишь? Нет. Нет. А это что? Это сколько? Подожди, один бар, одно евро или что? Ну, там типа, давай это. Так давайте деньги, пацаны. У меня нет. У меня один евро. Ну, давай, смотри, на один евро мы сейчас зальваем колесо. Давайте сначала его в розовом 50 копеек. В принципе, в каких-то странах это может и прокатить. Прокат просто мимо. Спонсор открывает кошелек. Это 50? Один евро. Ну, хрена себе. За эти деньги можно купить плохо. Блин, сейчас он не вернется и будем... Давай сначала. Мы не будем купить, а поставим туда. Давай. А если там не сдувать? А если он не сдувать? Ну, я тогда отключу. О, там магазин работает? Есть? Ну, что есть? Я бросаю. Да жопи шерст. Давай, бросай. Давай, не. Поднимай давление. Спасибо. Есть? Ну, давление видишь? Не знаю. Оно сдачу даст вообще, если мы мало напишем? Да на все деньги накачиваем, мы что, зря платили. Блин, колесо больше не стало, как у Сереги. Рыбацкие истории. Я думаю, что хватит. А, 29 стало. Давай. Давай по кругу, может, еще деньги не закончились. Оно точно поднималось давление, да? Да. Ну, там была 3, где-то и 8. А что это за зеленая кнопка плюс-минус будет? Ну, да. Под спуститель или подальше. Как происходят съемки? Смотрите, момент. Первое, за голову. Обратите внимание, никаких уже камер. И у меня вопрос, неужели жанеры таки заигнать? А вот второе, это беретние фары. Ну, скорее даже, в виде шахта. И интересно, появится ли такой вот дизайнерский член, где и к следующему, наверное, по-другому электрическому. Потому что, в первой, я такое решение вижу, в автомобиле с 4-х, и они, видите, это называется, она SolarScribe, и она узнает за внести свою лепку, за воду об экономике, и украшает теплоэнергию с омцем. И вот интересно, где-то эта платная опция доплатить 5000 евро, и сэкономить 10 центов. Ну, и, конечно, вот вторые диски. И, да, мы уже иногда смелились с этих лепкупойцем, и мы говорим, что это был выше, но в другом этом факте. А вот, ладно, посмотрим, вот здесь вроде как не маленький. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На Одессу, интересно, доедет? На Одесске. Кровь загружается сзади, я уже вижу, там открывается. Стрёмная. Ну, бля, правильно. Я думаю, что даже Бэтмен до него не сел. А за ней церемония на лошадях. Это очень современно. Сейчас посадают, что внутри. Стрим внутри, линолеум и дерево. Это ламинат. Какой классный. Давай. А, так она без водителя. Ну, в смысле, водитель спрятан под панелью передней. Не хватает еще влющегося винограда, мне кажется. Да, внутри. Ну, уютно, в принципе. Да, понятно. Классный зеленый свет. Я не могу. Это корола. Корола стала Бэтклассом. Что, мало места? Да. Мне тут тоже мало. Ну, мне сейчас даже мало. Смотри, ну они так, я так не хотел бы. Начали использовать кирзу на передней панели. Слушай, ну, можно вот так? И черный, катоновый потолок. Попробую переместить ноги. А я куда свои ноги, Дина? Ну, вот как они. Очень удобно вообще. О! Кстати, мне кажется, что если тут ездить часто, можно разломать переднюю панель. Смотри, вот это здесь удивляет. Это анонс нашего тест-драйва новой Короллы. Она скоро будет что почем и в тесте, да? Ну, у нас же седан будет, да? Это же не для нас. Может, поэтому здесь мало есть? Смотри, вот эти кнопки. О, смотри. Слышишь? Бля, а где ключи спрятаться? А ну, заводи. Подожди, стоп. А ну, попробуй, давай. Не, нихт. Вот это было бы нормально. Сначала вы, блин, погрели по салону. Слушай, смотри, кнопки стандартные подогрева. О! Слушай, я сейчас тебе V-Mode включу. Давай, заведись кнопкой. Петя, чек, как это работает? Нет, я тут не понимаю. Оно в передаче включено. Поехали. Attention. Че, не едет? Слушай, а может, и V-Mode включить? Continue нажми. Continue. Мне кажется, японцы забыли, что надо отключать машину. Вот эти кнопки прикольные. Ну, крутилки, знаешь? Конечно, что они едут. Крутится прикольно, он, смотри, вот это скользко. Как-то так, да? Ну, надо поесть. Это пиндец. Слушай, ну, это бюджетная машина. Это же не концепт какого-то Porsche. Которое мы тут смотрим. Хорошо, что, смотри, черный плафон уже. Курый потолок будет. Слушай, будет интересно, наверное, поедет. Ммм. Интересно. Поедем. Ну, может, поедем. Ладно, пошли. Ты что, заведенную оставил? Ммм. Если не было,難ик. Все не свяжут. Мне надо было. Поедем вы stare здесь. Слушай, я не знаю, но начнем с того, что когда мы с Яриком смотрели промо-ролик Supra, мы просто думали, что при монтаже кто-то перепутал кусочки видео, и в ней не может быть интерьера от BMW. По-моему, это вообще, знаешь, какой-то печальный факт в истории японского автопрома. Toyota взяли свою легендарную Supra, нарисовали для нее крутейший кузов, а потом взяли и одели его на BMW. Не, ну я не то что против. Кстати, смотри, рычаг другой стал. Какой, да? Да, другой. Ну то есть он типа BMW-шный, но похоже новый BMW-шный. Почему они шрифты не поменяют? Потому что, помнишь, Ярик, в ролике он был стандартный, более широкий от старых моделей. Шрифты? Почему они иероглифами надо было написать или что-то? Не-не, потому что BMW-шные шрифты, правда. А что здесь, чувак, и руль здесь BMW-шный, и панель управления, и меню здесь BMW-шная. Кстати, сенсорная, от новых BMW. Панель приборов не BMW-шная. Ну, обшивка японская, конечно, BMW бы так не обшили. У BMW здесь было бы вообще пластик, если честно. Как бы тоже японский здесь. Ну, карбон нормальный. Очень. Кресло. Ну, я не знаю, конечно. Просто когда мы увидели, услышали про Supra, у нас потекли слюни, и мы хотели увидеть, что там они... Ну, и вот это же Ярика легенда о том, что японцы просто затихарились и собираются всех как бы в определенное время. И вот как-то, но... Писюн маловато, короче говоря. Вообще-то я говорил про хонду, а не про даем. А, да? Да. Ладно. Говорят, человека можно вывезти из Троещины хоть в Женеву, но Троещину из человека тяжело вывезти. Это наш челлендж постоянный. Везде надо выпить пивка. Пивка на картонах. Ну, на картонах тут стрёмно, в общем, можно что-то помочь. Ой. Положит она на сумочку. Мы нашли вообще лавочки для аутистов. Скамеечки, которые развернуты к стене. Несмотря на то, что тут куча места, вон соседние развернуты нормально, к людям. А у нас вот все развернуто в картине с поездом. Наше путешествие подходит к концу, и буквально последние штрихи в репортажах. До Киева осталось еще, наверное, час с лишним. Последний сюжет подосняли, буквально уже чуть ли не забегая в аэропорт в Женеве. Вот так вот происходит монтаж. Серега работает от пауэрбанка. От пауэрбанка? От пауэрбанки, простите. Очень редко мы монтируем с помощью техники Apple. Это вообще резервное мертвое говно. Правда? Просто никогда не подходит? Ну, это говно никогда не подходит. Просто монтаж и рендер занимают раз в десять больше времени. Вот. А Ярослав в это время уже думает над текстом нового обзора. Что там снимать надо? Как-то так. Ярослав уже видит так. Мы не сценарировали этот ролик. Даже я скажу больше. Сейчас я понимаю, что надо было еще много интересных моментов подснять. Но вот как-то так у нас это получается. Я не думаю, что когда-то мы на этот канал сможем загружать что-то более качественное. Но зато надеемся, вы оценили, что все это было честно. Если вы досмотрели до этого момента и вы считаете это скучным, обязательно поставьте дизлайк, чтобы мы знали и больше такой фигней не страдали. Последним роликом будет обзор электрических Audi. И я хочу сказать очередной раз спасибо всей нашей команде. И мне, конечно же, за то, что мы справились и как минимум свою задачу выполнили. Рассказали о самом интересном, о том, что хотелось рассказать. Может быть, не все было интересно вам, но мы, в общем-то, результатом довольны. Единственное, если вы смотрели наши ролики, я бы все-таки придрался к качеству видео. Это последний раз, когда мы снимали на Osmo, Osmo Plus. Потому что, во-первых, слишком много помех. И с телефоном она не хочет нормально коннектиться на салоне. Во-вторых, картинка полное говно. В следующий раз это будет, скорее всего, зеркалка. Без зеркалка. Да, без зеркалка Sony. Или, в худшем случае, это будет Osmo Pocket. По крайней мере, она легкая, удобная и не глючит. Спасибо, что смотрели. Шарьте наше видео, ставьте лайки. Делитесь с друзьями в Facebook. И смотрите наш основной канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok